Устранение последствий обрушившегося на наш район снегопада продолжаются. Оперативные службы и работники жилищно-коммунальной сферы работают практически в круглосуточном режиме. Субботнее утро встретило славянцев неожиданностью. Её далеко не все смогли назвать приятной. Как говорится, всё вокруг белым-бело, белым снегом замело. Но в нашем муниципалитете были готовы к подобным сюрпризам погоды. Для выполнения работ по уборке снега были привлечены 46 единиц техники. Более 200 человек в составе рабочих бригад работали на расчистке тротуаров. Благодаря слаженным и дружным действиям удалось обеспечить движение автотранспорта сначала по основным, а потом и по второстепенным дорогам, а также подход к социальным объектам. Работы по очистке дорог продолжаются и ведутся практически в круглосуточном режиме. В первую очередь очищались социальные объекты, как больницы, подъезды к больницам, подъезды к соцобъектам важным. Во вторую пробивались основные стороны проезды дорог. Сейчас идет очистка остановочных комплексов, чтобы могли маршрутный транспорт подходить более-менее и забирать граждан, также детей в школы везде. Все работают в круглосуточном режиме, люди работают по 12-14 часов. Смены меняются, то есть отработали, ушли, отдохнули 8 часов и тут же вышли на работу. Техника не останавливается ни на минуту, единственное на пересменке 20-30 минут в промежуток пересменки и все работает. В ночь работают грейдера, чистят тоже вся техника на улицах. Привлечены также подрядчики, которые повыделяли технику. В Славянске и на Кубане множество различных магазинов, есть и торговые центры. Чтобы обеспечить их доступность для покупателей, нужно расчистить подходы, что и делается работниками торговли как собственными силами, так и с привлечением дополнительной помощи. Действительно произошла непредвиденная ситуация для нашего южного региона. Все сначала, я думаю, были рады этому снегу, особенно дети, а сейчас уже все немножко подустали. Но вот мы со своим дружным коллективом пытаемся тут как-то навести порядок возле своего торгового центра, чтобы был подход, подъезд. Из-за непогоды в понедельник образовательные учреждения района перешли на дистанционное обучение. Но уже 25 января славянские школы заработали в обычном режиме. Подходы к социальным учреждениям расчищены, чего не скажешь о крышах зданий, где собралось много снега, образовались огромные сосульки. Из-за плюсовых температур, когда начинается таяние, вероятен риск падения сосулек и снега с крыш. Поэтому стоит соблюдать осторожность и не ходить вблизи зданий. С последствиями снежной стихии коммунальщики продолжают бороться. Из-за огромного количества выпавшего снега, многие деревья оказались сломанными или сильно поврежденными. Во дворе многоквартирного дома по улице Красной, 68, дерево упало на припаркованный автомобиль. Освободить транспортное средство помогли сотрудники общественно-социального центра. На территории города и сельских поселений продолжаются работы по откачке воды с потопленных домовладений. Эти работы будут вестись до тех пор, пока есть необходимость. Такой снегопад на Кубани фиксируется раз в сто лет. И чтобы привести все в порядок, требуются колоссальные усилия всех аварийных, дорожных и коммунальных служб, которые уже практически третьи сутки работают в непрерывном режиме. И чтобы быстрее справиться с последствиями непогоды, важно неравнодушие самих жителей. Дворы многоквартирных домов, подходы к своим подъездам, домам, магазинам и предприятиям можно расчистить самостоятельно. Только вместе, сообща, удастся быстрее справиться с последствиями разгула стихии и вернуться к обычной жизни. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...